Дошла очередь и до меня, да? Да. Я вообще очень склонен к анализу. А чем ты занимаешься вообще в жизни? Ну, скажем, вот... Примерно полтора года назад я ее сильно поменял направление, что ли. То есть... Сильно коренным образом ее изменили. Угу. Это может растянуться надолго, поэтому... Я понял. Ну, просто это связано с музыкой или не связано? Или с чем это связано? С магнетикой? Я... Нет, с эзотерикой и вот такими какими-то духовными практиками я практически связан не был. Угу. И вот это мероприятие, этот опыт для меня, он вновил. Угу. Но при этом, как бы я больше все-таки... Потому что я сказал про анализ, самоанализ. Я склонен, как его так... С точки зрения психологии разбираться там с какими-то там явлениями, мыслями там... Интересно. И вот я как-то в какой-то момент для себя поставил такую небольшую задачу. Угу. Расширять границы сознания. Угу. 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 Говори, говори. Угу. Угу. И вот кроме этого, я все-таки хотел научиться петь красиво. Угу. То есть я петь мне нравился, но хотелось научиться так, чтобы это нравилось другим. Угу. И поэтому искал какой-то вариант, чтобы развивать свои вокальные данные. В течение нескольких лет я занимался с рядом преподавателем, от каждого я получил какой-то вот такой базовый набор каких-то умений, знаний, и вот на сегодняшнем тренинге у меня сложилось такое ощущение, что все эти вот кирпичики, которые во мне были, они как-то сложились в какую-то конструкцию. То есть я как-то, что ли, научился использовать то, что во мне есть, то есть как-то на это взглянул, что ли, ясно, то есть увидел это все, то, что во мне уже было, и вот, наверное, начинаю учиться этим пользоваться. Вот. И кроме того, вот сейчас я это понимаю, что вот этот тренинг, мероприятие, оно является и развивающим перей, и тем самым методом, расширяющим границы сознания, которые я хотел произвести. Произвести. То есть это вообще для меня это универсальный инструмент. Ну и просто масса положительных эмоций. Я, вот, что касается пения, я выдавал то, чего я от себя не ожидал, но просто не кое-что. Вот. Я хочу это продолжать и очень надеюсь, что результаты будут еще. А, то есть ты хочешь дальше ходить, да? Да, без сомнений. Просто я для себя это уже решу. Понятно, здорово. А кому бы ты порекомендовал бы этот курс? Этот курс? Или для какой цели, если человек хочет какую-то цель достигнуть или что? Слушай, а что ты до сих пор не выложил? У меня вот сейчас вот должок и фестиваль у меня, в общем, который работает. Ну, вот это же, ну, все время вроде с гитарой, например, одеть те же. Вот они на сцене, вот они на сцене, вот они на сцене. Вот на сцене. Вот на сцене, кстати, бухают и не играют. Не, 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 не бухал бы, мы ждем так же кому-то. Ищут способ раскрыть свои способности, пусть не обязательно вокальные, да? Пусть какие-то просто творческие. Потому что все мы способны творчеству, да? Все мы рождены способными творчеству. И это творчество может проявляться в любых областях деятельности, там, в искусстве, или в науке, там, не знаю, в каких-то гуманитарных областях. В чем угодно, хоть в строительстве. И вот когда ты себе вот этот вот источник найдешь, ты сможешь в своей деятельности это применить во всю силу. А вот этот тренинг, это как один из инструментов. Есть вот тренинги рисования, да? Когда приходишь, там, начинаешь рисовать. Этот тренинг работает через голос. Вот для тех, кто не свойственное слово, но я его применю, кто хотел бы себя прокачать, вот это очень хороший инструмент. Один из многих. Ну вот я им воспользовался, он мне очень понравился, я чувствовал уже какой-то результат. Классно. Супер. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо Ане. Отлично, она увидит это видео. Спасибо тоже. Ну и вот всем, всему нашему дружному коллективу. Да, которые все уже уходят, собираются уходить. Например, друзья, нам хорошо, мы остаемся. Вы остаетесь. Вот так вот, прям так вот. Ееее, ауэра, ауэра.